Всем привет! В Новом году! Сегодня 1 января 2017 года. Новый год наступил, и наступил он у меня вот на море, на Средизенном. Этот Новый год у меня называется Новый год перезагрузка. Я его встречала в одиночестве, и это такой мой выбор, он какой-то вот был осознанный выбор. Почему-то мне вот так захотелось прям, знаете, и у меня получилось как по анекдоту. Помните такой старый-старый анекдот про Ленина, да? Ленин сказал, что у любовницы, любовницы Ленин сказал, что у Крупской, а сам на чердак и читать, читать, читать. Вот это у меня такой Новый год получился. Мне, конечно, ну, во-первых же, я не дома, да? Во-вторых, как-то и ребенок, мол, приезжай к нам, потому что что-то будешь одна. Как-то он тоже, ну, переймався за то, что я буду одна. И тут у меня этот испанский друг, он прям обиделся за меня, потому что он, честно, ну, он себя так... Ну, это тема отдельного, наверное, видео. Но вот он прям обиделся, потому что я не захотела с ним встречать Новый год. Я для себя понимаю, почему я не захотела, и я не вижу смысла, и вообще не вижу, почему я должна объяснять ему, почему я не захотела с ним встречать Новый год. Я ему сказала, что я уезжаю к ребенку. Да, я сказала, что я улетаю в Варшаву, но сама, конечно же, я не полетела. Почему я так поступила, не знаю. Этот, вот Новый год перезагрузка у меня, почему-то мне так захотелось, мне так было хорошо. Я встретила в этом году Новый год три раза. Я, как обычно, я его встречаю два раза с родственниками, с родителями по Москве я встречаю. Потом встречаю украинский, конечно же, Новый год, потому что я же живу там. И в этот раз я встречала по Испании Новый год. Пожалуй, три раза ко мне Новый год пришел, я его встретила. Встречала я его с кавой, с шампанским испанским. Встречала я его с фруктовым салатом. Встречала я его с шикарными пироженами. Встречала я его с виноградом по-испански. Но только забыла загадать желание. И вовремя съесть виноград. Но тем не менее. И вот я три Нового года встретила. И я вам хочу сказать, что я их встретила, знаете, как вот в гармонии с самой собой. Вот не знаю, почему. Почему не знаю, не знаю. Как-то раньше там вот друзья куда-то собирались, было весело. Да, но, наверное, вот как-то всему свое время. И, не знаю, вот этот Новый год у меня Новый год перезагрузка. И я его встречала в полном одиночестве. Ну, конечно, полным одиночеством это назвать нельзя, потому что мы еще начали провожать его там чуть ли не с утра. По скайпу со всеми. Потом начали его встречать по скайпу со всеми. Поэтому полным одиночеством это назвать вряд ли можно. Но, да, перезагрузкой можно назвать. Я не знаю. Я получила огромное удовольствие от этого. Вот не знаю, почему. Ко мне приходил Дед Мороз, принес мне подарки. Ну, в общем, я не знаю, почему так. Не знаю. И, конечно, все переживали. И семья моя переживала, и ребенок переживал, что я одна. Но вот мне было хорошо в этот раз. Не знаю, почему. Мне было не скучно, мне было не грустно. Я была в гармонии сама с собой. Я захотела, выпила, захотела, не выпила. Ну, в общем, ну, вот Новый год перезагрузка. Единственное, что мой друг, конечно, на меня обиделся. Ну, я думаю, что он взрослый парень. Он когда-нибудь это поймет. И, понимаете, как я все время, ну, не то, что я все время делала, что кто-то что-то хочет. Да, ну, как-то в этот раз мне захотелось делать так, как хочу я. Вот только я. Никто, этот друг у меня не спросил, чего хочу я. Хочу ли я с ним его встретить Новый год. Хочу ли я у него его встретить. Где я хочу, как я хочу. Вот он просто придумал себе, вот он захотел, вот он придумал себе, что я с ним встречу Новый год. Ну, почему? Почему я должна это делать? Я не понимаю. Может, он, конечно, не понимает, но он мне не объяснит. Итак, я сейчас прохожу свои традиционные километры. Где-то сейчас часы два дня, наверное, я прохожу свои традиционные километры, записываю свои видео. Сейчас я хочу, я вчера по водичке, по морю, посеком шла. Такая классная вода. Кстати, очень много людей купались. Дети, дети. Ну, берег у берега, оно прогревается. Вода, конечно, не сильно холодная. Поэтому очень много людей купались. Сегодня чуть-чуть прохладнее, чем вчера. Но тоже, смотрю, плещутся самые такие стойкие, наверное, выносливые. Но это скорее скандинавы, они молодцы и русские. Не, ну русских тут... Русских, кстати, много, но насчет купания, мне кажется, нет. Скандинавы, наверное, скорее всего. Ну, или англичане, им по барабану. И я сейчас уже пройдусь сюда, шла по... Так, обратно сейчас буду по водичке идти. Вот такой у меня Новый год. Я всех вас поздравляю с наступившим Новым годом. Вот я желаю всем в этом году гармонии с собой. Вот если бы мы все жили так, как мы хотим, в гармонии с собой, но так, как мы хотим, понимаете, может как-то каждый по-своему для себя воспринять, да? Каждый свое туда будет вкладывать, вот как мы хотим, но не нарушая при этом личных границ, личного пространства других людей. Не принося чего-то плохого в жизнь других людей. Вот если бы мы так жили в гармонии с самими, с собой, мне кажется, было бы все проще в этом мире. И все бы друг друга понимали, все бы друг друга уважали. Вот я вам это желаю.